Здравствуйте! Эфир телеканала «Россия» продолжает вести Хакасия события недели. С вами Марина Конодакова. И первый в этом году выпуск программы посвящен повторению пройденного. Сегодня мы еще раз напомним основные тезисы обращения главы Хакасии к общественности. Итак, вот его мнение по поводу главных итогов прошлого года и задачах на будущее. Добрый день, дорогие друзья! Спасибо большое за приветствие! Я рад приветствовать в этом зале представителей исполнительной и законодательной власти Республики, социальной сферы, федеральных структур, муниципальных образований и общественных объединений. Я также хочу приветствовать представителей бизнес-сообщества, уважаемых ветеранов и наше будущее, конечно же, талантливую молодежь региона. На протяжении семи лет я подвожу итоги уходящего года, оценивая то, что сделано и то, над чем еще предстоит работать. Этот год был особенным. Он войдет в историю как время беспрецедентной стройки, когда всего за несколько месяцев было возведено более тысячи капитальных домов. Но сначала в Республику пришли боли и отчаяния. Сильнейший природный пожар осиротил семьи, оставил без крыши над головой 6,5 тысяч жителей Республики. У многих просто пустились руки. У людей не осталось ни крова, ни одежды, ни продуктов питания, ни средств существования. Сгорело все самое дорогое для семьи. Сегодня ситуация уже совершенно другая. Пострадавшие семьи без документов и прописки только по факту проживания безвозмездно получили от государства крышу над головой. Как вы думаете, хоть в одной развитой стране мира было бы принято подобное решение? Да вряд ли. Вся страна нам помогала. Вся республика. Людей не оставили со своей бедой. Обогрели, накормили, подлечили. Мы в качайшие сроки сумели восстановить все сгоревшее жилье. Протянули десятки километров водопроводов, новых электролиний, дорог, которых раньше во многих пострадавших населенных пунктах никогда не было. В домах появилась вода и удобство. Конечно, были недоделки. Сложности с подрядчиками. С качеством работ. У каждой второй семьи возникли проблемы даже с правом на строительство домов. Но за считанные месяцы проведена огромная работа. Получен результат, в который мало кто верил. Люди обрели крышу над головой. Теперь в домах нужно просто обжиться. Спокойно и терпеливо научиться пользоваться всем, что есть в новом жилье. Вот почему я сегодня хочу еще раз сказать всем спасибо. Потому что мы не перереселили людей из села в город. Сумели сохранить родовые деревни. Веками намоленные места. Проще всего было раздать жилищные сертификаты и закрыть вопрос. Но сколько людей при этом мы бы потеряли. В той части, что они бы не нашли себя в городе. Я хочу искренне поблагодарить за проведенную работу всех, кто в ней участвовал. Строителей, кураторов в лице республиканских министерств и ведомств. Верховный совет. Общественную палату. Активистов из партии «Единая Россия». Студентов, дорожников, энергетиков, работников судебных органов. Глав муниципалитетов. Нашу епархию и лично владыку Иоаннафана. Спасибо вам всем большое. Отдельное спасибо нужно сказать федеральному центру. Минстру и МЧС России. Министерство обороны Российской Федерации. Полномочному представителю президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Николаю Рогожкину. Вице-премьеру федерального... Не привык, я без отчества называть. Виктор Иванович, не передавай. Вице-премьеру федерального правительства Дмитрию Казаку. Председателю правительства России Дмитрию Медведеву. И, конечно же, президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за беспрецедентные решения для Хакасии. Практически все наши получили... Все наши просьбы получили статус государственных решений. Это и есть, коллеги, вот то, что называется... Я живу в сильной, самой лучшей стране. Вот это и есть Россия, правда. Ликвидация последствий апрельских пожаров стала частью серьезной модернизации пострадавших районов республики. Построено 1243 дома. Или свыше 60 тысяч квадратных метров. Дополнительный стимул для развития получила вся строиндустрия региона. От производителей и поставщиков строительных материалов до предметов быта. Сумма компенсаций из федерального бюджета пострадавшим семьям составила 580 миллионов рублей. Еще 200 миллионов рублей было собрано в виде благотворительных средств. 125 миллионов рублей выделено Хакасии на оздоровление детей и представителей старшего поколения. Общая сумма этих средств почти миллиард. Вот так отреагировала Россия на нашу беду. Это не включая затраты на капитальное строительство. Апрельские пожары стали серьезным основанием для пересмотра целого ряда существующих подходов и программ в сфере противопожарной безопасности региона. Проведен комплекс мероприятий, в числе которых построено 72 километра и реконструировано 122 километра из своих дорог противопожарного назначения. Обустроено 1530 километров противопожарных минерализованных полос. Разработана новая трехлетняя программа, предусматривающая комплекс мер по предупреждению пожаров, разработку проекта смертной гумандации на строительство пожарных депо в Аскийском и Ширинских районах, дополнительное оснащение новой техникой пожарных частей, обучение и переподготовка пожарных. Большая работа ведется по профилактике лесных пожаров. Я еще раз хочу не то, что обелить в какой-то мере власть, но я хотел бы все равно сказать то, что те люди, которые занимаются профессионально этим делом, умели это дело делать, но не смогли мы единственно справиться с аномалией. Это было аномальное явление. Но никакие меры, коллеги, нам не заменят отчасти здравый смысл и элементарную осторожность при обращении с огнем, ответственность за сохранность своего имущества, поселка, леса или степи. И нам всем еще многое предстоит сделать, чтобы случившееся никогда больше не повторилось, чтобы страх и отчаяние больше никогда не возвращались к жителям нашей древней земли. Этот год стал особенным и для сельского хозяйства нашего региона. Президент России Владимир Владимирович Путин в своем послании Федеральному собранию прямо высказался о новом этапе развития этой важной социально-экономической сферы. Я абсолютно убежден, что у страны есть все шансы в кратчайшие сроки не только обеспечить самих себя качествами, разнообразными и полезными продуктами, но и стать серьезным экспортером продовольствия. Как Кассия не остается в стороне, жизнь доказала, что мы были правы. Уже 7 лет занимаясь наращиванием объемов производимой продукции, мяса, молока, птицы, увеличивая посевные площади, развивая сельхозпереработку, есть серьезные результаты. И мы ни за что не пойдем на сокращение государственной поддержки сельхозотрасли, которая была и остается нашим приоритетом. В следующем году необходимо завершить основной этап реализации проекта Баранина Хакасия. Мы сдвинули сроки с учетом стройки, но это не отменяет значимости самого проекта. Я помню, я даже срок называл, 1 сентября. Но так Господь распорядился, не хватило у нас средств, сил, внимания на этот проект в такой период, когда у людей была беда, горе. Благодаря стимулирующим мерам с начала года обеспечен прирост на 33 тысячи голов овец. На следующий год в рамках госпрограммы предлагается создание двух элитных племенных хозяйств, чтобы придать дополнительный импульс данному процессу. Глубокая переработка баранины и выход на новые рынки сбыта экологически чистой продукции нашего животноводства. Это то, к чему мы стремимся. Задача должна быть решена в 2016 году. При поддержке правительства Республики Хакасия в первую очередь современного автоматизированного зернокомплекса нынешнюю осенью запустили в хозяйство Бирюса Алтайского района. Аналогов и муха коси нет. Система самостоятельно очищает, сушит и закладывает зерно на хранение. За сутки перерабатывает до 800 тонн зерна. Это уникальный комплекс стоимостью более 130 миллионов рублей. В ближайшей перспективе начнется строительство второй очереди мукомольного комплекса с производством конечной продукции в виде макаронных изделий. На переработке сельхозпродукции остановлюсь отдельно. Мы добились существенного роста в основных производствах показателей в сельском хозяйстве. Поголовье скота, надоев молока, производство местной товарной рыбы, площади обрабатываемых земель. Теперь нужно подтянуть переработку, которая в перспективе станет важным стимулом для последующего увеличения объемов производства основных видов сельхозпродукции. Первые результаты уже есть. Вот несмотря на то, что в республике действительно подтянули переработку, есть, к сожалению, потери. Группа компании «Мавр» к большому сожалению. Вот подошла к банкротству. Потеряна подсининская птицефабрика. Конечно, дефицита птицы мы не наблюдаем. Ее спокойно замещают частные подворья. Но налогоплательщиков рабочие места мы потеряли. Обидно. Хакасия сегодня близко подошла к тому, чтобы полностью обеспечить себя местной качественной молочной продукцией. Расширением ассортимента и увеличением объемов производства молока заботились в этом году несколько сельхозпредприятий республики. В частности, СПК Сибирь Устебоканского района, Витаде Багратского района, которые защитили свои проекты на Республиканском Совете Развития. В первом случае речь идет о новом оборудовании, что обеспечит прирост продаж более чем на 30%. Во втором случае предприятие намерено запустить производство новых видов продукции из местного молока, в частности, твердых сыров, творога и сливок. В следующем году стартует серьезный инвестиционный проект ООО «Целинное». Это строительство молочно-производственного комплекса на тысячу голов. В текущем году хозяйство сумело в кратчайшие сроки восстановиться после пожаров. Прошу кураторов в лице республиканских министерств и ведомств уделить особое внимание работе с малыми селами в следующем году. Ликвидация последствий пожаров отвлекла нас от этой важной работы, но к ней необходимо вернуться. Ну и принято решение продлить срок действия программы сохранения и развития малых и отдаленных сел еще на три года с увеличением общего объема финансирования до 200 миллионов рублей. Деревня должна жить. Отдельно остановлюсь на ситуации в экономике республики, которую, несмотря на происходящее вокруг, охарактеризую как относительно стабильную. Хотя наши предприятия, банковская система, устоявшиеся торговые отношения, так же, как вся страна, продолжают испытывать огромное внешнее давление. Сегодня очевидно, что сильная Россия никому не нужна, кроме нас самих. Но я убежден, что наше государство во главе с сильным лидером, нашим президентом, справится с любыми трудностями, потому что свою мощь и независимость мы создаем каждодневным трудом в каждом населенном пункте, в каждом субъекте. Знаю, что ситуация непростая. Но что толку, если мы начнем все вместе сетовать на жизнь, скулить? Успех никогда не приходит туда, где опущенные руки и царят тоска и уныние. Только засучив рукава и упорно работая, мы должны добиваться цели. Мы пройдем этот кризис, потому что сделали хороший задел в предыдущие годы. Если посмотреть динамику роста ВРП Хакасии за последние пять лет, то мы каждый год росли. Если в 2010 году объем валового регионального продукта республики составлял 96 миллиардов, то по итогам 2014 года он уже был 152 миллиарда. ВРП на душу населения в том же 2010 году составлял 180 тысяч рублей. Через пять лет эта цифра увеличилась до показателя 283 тысячи рублей на душу населения. Вот по итогам года мы ожидаем еще больший рост. Еще раз хочу вернуться к проблеме государственного долга республики Хакасия. Не спорю, вопрос ну очень серьезный. Сегодня госдолг региона составляет 15 миллионов рублей. Это многих пугает. Но реализуется целый комплекс мер по эффективному управлению долговой нагрузки региона, включая увеличение доли долгосрочных займов, замену коммерческих кредитов бюджетными, смягчение условий кредитования. При этом нужно понимать, что рост государственных займов связан прежде всего с ростом объема социальных обязательств, которые мы, несмотря на все сложности из года в год увеличиваем. Отдельное направление, требующее постоянной работы и внимания блока, это взаимодействие с крупными налогоплательщиками и рост собственных доходов республиканского бюджета. Особого внимания заслуживает промышленный сектор. Всем известно положение дел в горнорудной отрасли, которая уже напрямую отразилась на нескольких предприятиях республики. К сожалению, приостановлено производство на Тёйском руднике в поселке Вершина Тёя. Два года мы как могли сдерживали ситуацию. Но работать в убыток хозяйствующий субъект не может. Ни по логике, ни по закону. Работники рудника сокращены, но поселок взят под особую социальную опеку. На каждую семью, в которой есть бывшие работники рудника, составлены социальные паспорта, проведены мероприятия по трудоустройству часть этого коллектива. 90 человек остались работать на руднике, поддерживая жизнедеятельность производства. Мы надеемся, что мы переждем лихие времена и рудник снова заработает. Ситуация в промышленности региона далеко не одинаковая. Предприятия углепрома, например, на протяжении последних лет показывают положительную динамику. Только за 10 месяцев текущего года добыча угля составила 14 миллион 200 тысяч тонн, что на 20 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Акасии находится самое перспективное в России месторождение по запасам высококачественного энергетического угля Бейское. Его освоение уже началось и требует решения целого комплекса вопросов, прежде всего инфраструктурных принят ряд стратегических решений по развитию логистики, прежде всего путевого хозяйства, железнодорожных станций, потому что добываемый уголь нужно вывозить. Очень важен проект по развитию энергетической инфраструктуры данного угольного бассейна. Это целый комплекс задач, отдельная стратегия, которая повлияет на экономику не только Хакасии, но и всей Сибири. Я хочу еще раз подчеркнуть, что буду последовательно добиваться того, чтобы в угольной промышленности в республике действовала прозрачная, всем понятная политика. Это означает равные возможности и справедливую ответственность всех участников отрасли. Обязательное исполнение лицензионных соглашений в области экологии, рекультивации угольных отвалов. Я по-прежнему буду отставить право региона на льготную цену на уголь для социально незащищенных слоев населения и объектов социальной сферы, а также приоритетное трудоустройство местной молодежи на угольном предприятии и разрезы. Иначе нельзя. На территории республики продолжаются миллиардные стройки социально значимых объектов перинатального церва, лечебного корпуса республиканской больницы, музейно-культурного комплекса, военного городка, центра спортивной подготовки лыжников. На месте вчерашних пустырей из ветхих зданий уже красуются объекты, которые после ввода в эксплуатацию будут определять развитие целой отрасли. В сентябре текущего года в рамках открытия пятого международного форума по историко-культурному наследию был открыт для посещения центральный модуль музея. Правда, на три дня, а вот именно зал каменных изваяний. Вот в нем размещены уникальные менгиры, превосходящие по возрасту и по историко-культурному ценности знаменитый Стоунхендж. Ну, во всяком случае, мы так решили. Идолы с острова Пасхи и другие археологические памятники мира. Я об этом доложил президенту России, он тоже согласился со мной. Правда, все показал. И вот главная задача у нас будет с вами, правда, чтобы на открытие, на форуме, конечно, сейчас стесняться нельзя будет. Вот этот год для нас, 16-й будущий, очень важен. Вот в части формирования имиджа республики. Все нужно сделать, я буду просить и владыку, и все партии, и другие конфессии, все общественные организации нужно привлечь сюда как можно больше знаковых, узнаваемых людей с России из-за рубежа. Все должны увидеть это, понять, кто мы есть, что такое республика Хакасия, что такое Великая Россия. В ближайшее время также будет сдана часть объектов военного городка. По инициативе министра обороны России Сергея Кожуевича, Шойгу, в Абакане возведены десятки объектов военного и гражданского назначения. На сегодняшний день практически полностью готовы тентом мобильного устройства для размещения военной техники. Столовая на 800 посадочных мест, казарма, первая очередь казармы на 400 мест с размещением военнослужащих по самым современным стандартам. Крытая ледовая площадка, бассейн, концертный зал, ну назовем его дом офицеров с ДК, на строительстве военного городка задействованы более 50 подрядных организаций предприятий стройиндустрии и республики. Реализация проекта стоимостью почти будет 9 миллиардов рублей позволила создать дополнительно свыше тысячи рабочих мест. Это действительно огромный вклад в развитие инфраструктуры воинских подразделений даже не Хакасии, а всего Юго-Сибири объект знаковый и для Министерства обороны Российской Федерации. Есть секреты, но не могу их раскрывать, а хочется сказать, что мы сейчас будем в безопасности. Более того, в ходе посещения республики министром обороны России Шойгу в октябре текущего года была достигнута договоренность о строительстве в военном городке еще 5 жилых домов в 360 квартир для наших военнослужащих. Хочу искренне поблагодарить главу военного ведомства страны, почетного гражданина республики Хакасия. Сергей Кожугедович за это решение, а также за многолетнюю поддержку региона. Минздрав Хакасии, прошу под особым контролем держать строительство перинатального центра, подготовку медицинских кадров для него, а также строительство в ближайшей перспективе республиканской детской больницы. Мы не забыли про больницу. Мы будем ее делать. Нам она нужна. Говоря о здравоохранении, отмечу, что это одна из самых финансово емких социальных сфер. За три года, с учетом 2015-го, из республиканского бюджета на нее направлено порядка 14 миллиардов рублей. Только вдумайтесь. При этом медицинское обслуживание одна из самых социально резонансных пер. ведь люди обращаются за медицинской помощью, когда нуждаются в особом внимании и человеческом отношении. Постепенно ситуация меняется в лучшую сторону. Однако здесь есть над чем работать. В настоящее время республика решает непростую задачу по сокращению неэффективных расходов в сфере здравоохранения. В условиях ограниченности финансов необходимо заставить эффективно работать каждый рубль вложенный в медицину. Обеспечив доступность и качество медицинской помощи населения. При этом важно доходчиво и системно объяснять людям, почему принято или иное решение. Я уже обращал внимание Минздрава Хакаси на необходимость информационно-разъяснительной работы. Прошу впредь уделять этому вопросу на контроль Минздрава больше по телевидению разъяснять, объяснять. Поверьте, наш народ умеет слушать. Также повышение доступности и качества оказания медицинской помощи жителям Хакаси важнейший процесс, вот которым нужно постоянно заниматься. Особенно важно создать по-настоящему комфортные условия для жителей сельской местности. Детей старшего поколения, наши ветераны, пенсионеры подорвали свое здоровье, защищая наше с вами будущее, поднимая экономику страны. И мы обязаны сегодня быть достойными их трудового и морального подвига. Коротко скажу о решении проблемы в республике с нехваткой мест в детских садах. Проведена действительно большая работа, итогом которой стала фактически полная ликвидация очередности. Сегодня небольшая очередь по самым востребованным востребованной группе детей от 3 до 7 лет осталась только в Аскийском районе и та будет закрыта до конца года. Считая это очень серьезным достижением, пора браться за следующий большой пласт работы, создавать новые места для школьников, которых в Хакасии с каждым годом также становится все больше. Вот решение долгожданное, назревшее, поэтому озвученное в недавнем послании главы государства цифра 50 миллиардов рублей, которые планируется направить на ремонт, реконструкцию и строительство школ, очень ждут в Хакасии и в других регионах России. Мы готовы естественно начать хоть завтра. Обязательно будут достроены наши эти школы, я уже говорил, в селах Июс и Катаново, которые мы приостановили, ожидая эту программу. И, друзья, вот в уходящем году всей страной отмечали 70-летие со дня Великой Победы нашего народа, Великой Отечественной войне. Этот праздник по-настоящему объединил все поколения, живущие в России, показал всему миру, что мы свято чтим подвиг наших дедов и отцов, что мы уверенно смотрим в будущее. Подготовка к торжественным мероприятиям велась множеством общественных организаций и объединений республики. Отдельно хочу поблагодарить Совет ветеранов Хакасии и Галину Алексеевну Трошкину. Галина Алексеевна, спасибо большое. И всем ветеранам нашим. Большой вклад в общее дело внесен Советом старейших родов Хакасского народа. Молодежными объединениями, муниципальными образованиями, учреждениями спорта, культуры, социальной поддержки населения, политическими партиями. Я хотел бы всех поблагодарить за искренний самоотверженный труд, целью которого было достойно честствование участников войны. И, конечно же, всем тем, кто участвовал в параде. Низкий поклон самим участникам и руководителям. Спасибо большое. Убежден, что любовь к своей земле и стремление создать достойное будущее нашим детям позволят нам и дальше совместными усилиями бороться за право созидать, строить, вдохновлять и жить спокойно и комфортно. Над Россией нависло новое зло – терроризм. И у нас нет другого пути, кроме того, чтобы сплотиться перед общей угрозой, чтобы совместными усилиями вновь отстоять свое право на самостоятельность и независимость, защитить своих близких. На пути любого развития всегда есть трудности и препятствия. Посмотрите, какой натиск сдерживает сегодня президент Российской Федерации, вооруженные силы страны. Вспомните, какую битву выставили наши деды 70 лет назад, какой рывок был совершен нами после развала 90-х годов прошлого столетия. Сегодня мы уже другие. И Хакасия, как часть большой и великой страны, справится с новыми вызовами, нам есть на что опереться, нам есть с кем работать. Коротко о задачах, которые нам предстоит решать. Мы будем развивать переработку сельхозпродукции, строить овощехранилища для хранения местного урожая, заниматься животноводством, наращивая кормовую базу за счет увеличения предложения на рынке сдерживания цены на продовольствие для нашего населения. Мы будем последовательно реализовывать каждый инвестиционный проект, направленный на рост промышленного производства в республике, включая также строительство завода компаний Чехсу. Уровень жизни наших граждан зависит от того, сколько регион зарабатывает. Другого не дано. Задача, поставленная перед министерствами республики в начале года по наращиванию ВРП региона не снимается. Наоборот, она становится еще более актуальной. Отчет о проделанной работе состоится в ближайшее время. Мы создадим необходимые условия, чтобы строительная отрасль республики Хакасия развивалась, опережающими темпами. Завершая свое выступление, я хочу отметить самое главное. У нас талантливые, ответственные, трудолюбивые, добрые, гостеприимные люди. Это жители Хакасии, которые любят и берегут свою родную землю, свой домашний очаг и свое будущее. У нас по-прежнему хорошая рождаемость, которая говорит о том, что люди верят в стабильность и чувствуют в себе силы заботиться о своей семье. На прошлой неделе у нас в республике в течение нескольких дней родились три двойни и тройни. Ну так, я говорю, что у нас делается для тройняшек? Как-то мы в частном порядке дали квартиру, да, по-моему? Но нужно какое-то системное решение, да, я думаю, принять, и сегодня хотел бы посоветоваться, я думаю, у нас есть там 100 тысяч, что-то выделяем, что такое 100 тысяч? По-моему, там за няню оплачиваем 4 тысячи, ну какая няня за 4 тысячи будет работать? Предлагаю, давайте там миллион-полтора, если Верховный Совет поддержит, включим закон. За рождение! И вот... Спасибо! Я предлагаю в следующем году в Хакасе уделить особое внимание матери. Давайте все вместе с родителями, с детьми найдем самые теплые слова. Организуем самое красивое мероприятие. Проявим свою, всю свою заботу и уважение для самого дорогого человека в мире. Мама! Я не хочу, но объявлять, но годом матери, вот просто все сделаем для матери, все программы подкорректируем, финансово поможем и заложим. Это же не год надо маму поддерживать, да? Мы просто за этот год должны решить задачи системные, как поддерживать всегда самое гордое, самое нужное в жизни для нас, особенно для мужчин, слово мама. Но это вот задача, прежде всего, для мужчин. Задача правительству. Я желаю вам, уважаемых присутствующих, всем жителям нашей республики, мирного неба над головой, процветания, счастья и здоровья. На этом наш выпуск завершен. Что важного произошло в республике с начала года и какой выдалась первая рабочая неделя, мы расскажем в следующем воскресенье. Всего доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин